Где мой оператор? Куда делся мой оператор? Блин, он с Турции. С Лизой? Вот мы и выяснили её. У вас у ведущих свои операторы вот это уровень. Мой сосед был. Ну так нельзя! Ну так нельзя! Ну так нельзя! Всем привет! В эфире юмористическое это важное слово шоу. Ну так нельзя! Сегодня у нас уникальный день и уникальный гость. Артём, как бы ты охарактеризовал нашего гостя? Ой, это вообще даже не знаю. Человек, который знает абсолютно всё про спорт, про все виды спорта. Абсолютно всё, но не всё точно. Поэтому будет сегодня очень интересно. Я думаю, что это человек наряду с нами, которого ненавидят так же, как и нас с вами. То есть у нас есть шанс, что в комментариях будут не только писать Слуцкий и Дзюба говно, а есть шанс проконкурировать у человека, потому что много хейта он получает. Но и при этом, наверное, самый известный голос страны, самый известный журналист страны, человек, который ведёт все топовые праздники и так далее. Человек, который разосрался с полмира. Итак, у нас в гостях Дмитрий Губерниев! Дмитрий Губерниев! Потому что Дзюба мой кумир. Смотрю на вас, Нейт Викторович, и вспоминаю вот это «Отката Леопольда» «Снова стало небо голубым, снова солнце стало красным, не могу быть долго злым, добрый я ужасно». Поэтому как-то, знаете, вот... Сегодня... Таблетку озверина, в общем, я не знаю, принял или нет. Сегодня день такой хороший. «Может быть, я был как-то к вам временами несправедлив, но, чёрт побери, сейчас вот вы позвали, я пришёл...» И вот, помните, как в том фильме? «Вот тебе моя рука!» «Може мой!» «А сколько можно?» «Что?» «И вот...» Дмитрий Губерниев! Знаете, что характерно? Значит, смотрите... Это мы вырезаем. Я сейчас зрителям скажу. Нет, это мы оставим. Значит, смотрите, звали не меня. Значит, после того, как все отказались, коллега Быстров мне тут говорит «Слушай, я отказался в этом говне участие принимать». Поэтому они говорят «Дай позовём Губера!» «Ну хрен с ним иди!» Было так! Поэтому, когда вы сейчас врёте, что самый долгожданный... Леонид Ильич, всё было не так! Все испугались, Артём, к нам прийти, потому что понимают, что будут здесь раз**баны в пух и в прах. И только Дмитрий согласился прийти, потому что ни Быстров, ни Аршавин, ни Широков, ни Глушаков не могут выдержать прессинга, которая... А вы к этому прессингу готовы! Он же персонаж не рукопожатный в российском футболе. Для вас просто большое количество людей не рукопожатый. Нет, не правда. Ну хорошо, объясните. Давайте объясните по Широкову. Нет, ну это же всё понятно. Зачем объяснять очевидную вещь? То, как человек себя вёл, он же фактически по уголовной статье проходил. Давайте мы так будем. А что вы смеете? Нет, ну как? Бить людей можно? Нет, конечно. Нет, у вас сейчас просто цеховая солидарность. Лидерина, скажите, у вас элечка или эксэлечка нам вот это важно? Нет, я в рубрике «Стройный кипарит» же на первом месте. Да, да, да. То есть не только единственный в стране футбольный обозреватель. Просто кипарит. А просто кипарит. А «Стройный» тут как это относится? Нет, «Стройный» это значит, что вот так, знаешь, Мишка, поджал животик, кубики пыли. У вас какой рост, Дмитрий, скажите? Два метра. У тебя метр девяносто семь. Давай померимся. Давайте померимся. Мы померимся, как мы все время с Киркором. Попа к попе. Это ваше. Это да, я согласен. Правда? Выше? Выше? Ну скажите кто-нибудь, кто смотрит. Сейчас продавшую накалил. Ну хоть кто-нибудь, е-мое. Ну тут софиты все закрыли. Кто выше-то? Короче, Дмитрий, вы выше, говорят мне. Да, правда? Мне говорят, что вы выше. И коллега Трифанов даже этому способны. Артем, я вообще хочу сказать, что я вам благодарен особо, потому что… За видео? За видео. За видео, потому что… Я часто вижу, как вы это комментируете. Вам не дают покойность. Я комментирую исключительно с хорошей точки зрения. И одно время на корпоративах, когда девчонки собираются, и ты тут… Когда уже такое, знаешь, единение, потому что женщины самые благодарные зрители… А Кирильчева была на этом корпоративе? К сожалению, нет. А… Кирильчева? Не, не было. И все время говорят, ребят, ты говоришь девушкам, поднимите руки! Только себе! Кто досмотрел видео с Дюбой до конца? Я поднимаю первым, потому что, естественно… Все такие, знаешь, и кто посмелее, все такие… И потом ты понимаешь, что девчонки молодцы. И как одна мне сказала, говорит, я же смотрела, потому что, да, он красавец. И тут она сказала главную историю. Она говорит, и у него большую… Дмитрий, ну давайте мы несколько… Перед тем, у нас есть раунды… Давайте попьем уже. Давайте. У нас есть раунды, у нас есть рубрики… Водочка налили. У нас все это… Но перед тем, как мы перейдем… У вас просто столько есть всего… Дмитрий, вот можете объяснить? Обычно у журналистов, не знаю, тренеров, спортсменов… Узко… 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 Да, есть узкопрофильность. Да. У вас очень широкий спектр… Но это на первый взгляд, Леонид Викторович. Не, ну вы как бы можете комментировать, и комментировали там, на Олимпиаде вообще, можете любой вид спорта прокомментировать. Это вы связываетесь с тем, что вы такой яркий, или, может быть, нет достаточного количества коллег, хорошо… Потому что, ну, точно… Плавание… Гребля… Биатлон… Лыжи… У нас сидит рядом с нами джин… Это же не просто… Это волшебный… Он перевоплощается… Я был против этой истории. Изначально нас Юра Фроловский, гениальный абсурдный режиссер, говорит, послушай, это будет на века, и это запомнилось многим. Запомнилось. Я вообще… Я вам благодарен. Как Дмитрий Губерев, у меня сразу джин… И на аргенте Михайловича Смоктуновского, великого русского артиста, я отвечаю, Леонид Викторович, на ваш вопрос, как-то спросили… Он такой по таланту. Он так, потупив взор, сказал так… Знаете… Никого. Ну, то есть… Поэтому… Специализация, конечно, есть. И, на самом деле, ртом и задница, и хвататься – это не мой стиль. Просто так получается зачастую… Как еще раз… Ртом… Ну, так… Теперь я понял, откуда вы знакомы с Филиппом Киркоровым. Говорят… Нет, ну, с Киркоровым мы часто работаем. Он хороший артист, поэтому… Сто процентов. Нет, один мой любимый. Моя любимая песня… А как у тебя выглядит здорово? Я за тебя умру… Вот это моя любимая песня вообще. Да. Посмотри в глаза… Вот, да-да-да. Так… А я другую песню люблю у Киркоровым. Жестокая любовь. Ветер биатлона гонит нас вперед. Отвечая на ваш вопрос, Леонид Викторович биатлон. Во-первых, мне везло тем, что я все-таки… Я же не планирую тренер. Вы коллеги с вами. Я знаю. Я даже знаю, что вы закончили… Два физрука рядом. С отличием. Да. Институт физкультуры. Но почему-то, как бы, коллеги – это все-таки, когда вы, ну, реализовали свои знания хотя бы… А я их и реализовываю. Правильно. В эфире. В эфире кто еще так подскажет? Нет. Дело в том, что… Ты стоя стреляешь, если надо лежа. Нет-нет-нет, ребят, я вам объясню. У нас же были спецкурсы по самым разным видам спорта. Нет, Латыпову очень помог подсказ на последние олимпиады. Я… Это чудовищная, конечно, вот история. Нет-нет-нет, я уже одел шарф. Я уже… Уже все. Уже все. Уже на педесале. «Россиии!» Я уже думал, что выиграли. Не надо петь. Не надо петь. Не надо петь. Нет, Дмитрий уже сказал, что свадьба, что он гость на свадьбе, что всех приглашаем на свадьбу. Он уже давно был в то время женат, у него ребенок, а скоро будет и второй Леонид Викторович. Великолепно. Короче, рассказываю, что у нас были спецкурсы по самым разным видам спорта. Например, я горжусь тем, что в Гацаливке лыжи… У меня один из моих педагогов был Владимир Семенович Кузин, это чемпион мира, король лыж. Артем, король лыж – это человек… Сколько у нас королей лыж? Вы же знаете, да? Это Владимир Кузин. Вообще, король лыж… Для меня король лыж – только Большунов. Он тоже король… И Клеба. Он третий. До Большунова в стране. И Клеба. Клеба, само собой… Но, кстати, нет. А-а-а… Сейчас уже нет. Мы с осматиками… Во-первых, мы Клеба не осматик… Нет, соревнуем. Значит, король лыж, Артем, это тот человек, который на чемпионатах мира или олимпийских играх… Земятов. …выигрывает абсолютно точно 30 и 50 километров. Сейчас это уже кануло в лето, потому что дистанции меняют, и уже не будет вот такого великолепия. Первый – это Кузин. 54-й год, как сейчас помню, фалун, по-моему, Швеция… Еще раз как… Ну, так говорим, мы комментаторы… У меня просто есть фалун… Как сейчас помню, 54-й год, шведский фалун, тогда молодой советский спортсмен… Шведский фалун… Владимир Кузин и так далее. Ну, фалун только шведский и есть, собственно. Второй, Слудский абсолютно прав, это Земятов. Поскольку у нас Кузин – король лыж, то Земятова мы зовем царь. То есть он царь лыжней. Это Лейк Плезид – 30-50 километров. А у нас царь это мостовой. А у нас царь это мостовой, да, кстати, с которым вы постоянно пикируетесь почему-то. А он хороший мостовой. Хороший. А у меня любимый Тихонов. Тихонов у меня любимый. Александр Иванович? Ну, вообще, да. Андрей? Ну, маразматик, ну, просто нереально. Ну, я сейчас… Ваш любимый. Да, я приберю. Нет, мы сейчас… Да ты что? Конечно. Нет, мы делаем водораздел. Тут справедливости ради Тихонов с кем только не пикируется. То есть и тут человек, который пикируется со всеми, но тот вообще король. Нет, дело в том, что есть водораздел между величием человека в спорте и всем тем, о чем вы говорите, уже, так сказать, в процессе. Поэтому там уже, действительно, вопрос… А вы только что про мостового говорили. Вопрос специалистов, вопрос, я думаю, что… Кузовщины. …института Сербского и каких-то других замечательных, так сказать, институтов. Но что касается… Сербский – это надо ехать в Белград или куда? Нет, тут поближе немножко, поближе. Понятно. Поближе там Сербский, Кащенко, вот это все. Ну, Кащенко-то… Да, мы там… У нас есть несколько… Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы… Я лично видел, как вы обнимались, целовались с Станиславом Саламовичем однажды на награждениях, а потом, когда его убрали, что-то пошло не так. Почему? Нет, все нормально. Я, кстати, благодарен и вам лично, и Черчесову. Я Черчесову… Мы с ним в прекрасных отношениях звонил, когда он стал чемпионом… В Венгрии. Сейчас, да. То есть, у меня есть телефон, мы обмениваемся. И вообще, мне кажется… Когда… Ну, какой-то информацией. Когда вы, например, блистали на чемпионате мира… Когда это было? Дмитрий, ну когда это было? Не правда. Я благодарен поколению, скажем, Аршавина и всем тем людям, которые сделали огромную радость в свое время, обыграв Нидерланды на чемпионате Европы. И благодарен вам, персональной Черчесовой команде, за матч с Испанией, потому что ни биатлон, ни хоккей, ни синхронное плавание, ни любой другой вид спорта не может вывести людей на улицы. Дмитрий, вы вестите нам! Ну как же биатлон в вашем исполнении? Нет, нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Эти… 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 Вы на вопрос, раз уж позвали… Сергей Рожков мой любимец был. И чемпион мира один раз. Помните? И Черчесов, мне кажется, Леонид Викторович, у них, у них был как вот… Полководец. Да, как такие стихи. А вместо Спаса в Спаленке висит их генерал, каким художник Аненков его нарисовал. Это было про Троцкого в свое время. Дмитрий, у меня один сразу вопрос. Создатель Красной Армии. Все это задают вопрос. Вот откуда у вас столько всяких стихий, вот эти… Каждый раз рождается… Я просто жизнь люблю, Артем. Я люблю жизнь. Вы такой творческий человек. Я люблю спорт. Я люблю футбол. Я не поэт вовсе, но я люблю поэзию, разумеется. Я люблю Бориса Рыжего. Вот это же тоже про наши истоки. Включили новое кино. И началась иная пьянка. Но все равно, но все равно… Хорошо, Дмитрий. То там, то тут звучит таганка. Я дочитаю… Он так видит. Что Ариоста или Занга. Мы в таганке были с тобой. Я человек того покрою. Я твой навеки арестант. И все такое, все такое. То есть у меня же на аватарке лапонька. Я иду к сути. И я иду к сути постоянно. Пофиг на все. Вы просто идете и все, да? Вы приведете? Поэтому, Артем, я дико переживал в свое время, когда после того, как вы… Вот стал всенародным по-настоящему любимец, дальше вас начали хейтить. А знаете ли, это Викторич, что мне не понравилось в вас в свое время? Давайте, давайте. Я расскажу. Нет, я вам расскажу. Отвратительное оружие. Нет, это ерунда. Да, причем тут Зоарема. Смотри, когда вы тренировали сборную, вы почему-то, как мне кажется, не совсем испытания медными трубами выдержали. Вы перестали отвечать на смс-ки. Во-во. Вы как-то закрылись. Да, да, да. И ребята мне в команде сказали, что, говорит, Слуцкий стал просто суперзвездой. Поэтому даже не беспокой. Мы его прозвали даже в кулуарах Леонид Вяльби. Да. И мне… А так-то вы дядька-то нормальный. Я тоже понимаю прекрасно, что, собственно, зачем, зачем тоже… Зачем, когда можно, когда можно всем вместе… Дмитрий, говно он. Согласен. Зачем поодиночке-то? Давайте все будем выздоравливать. Да. Я не готов. Вы говно, и я говно, и Дмитрий говно. Неправда. Начнем с этого. И пойдем вверх. Что, не говно? Не зарываться. Согласен, Дмитрий. Вот здесь мы не будем зарываться. Не зарываться. Дмитрий постоянно… Дмитрий, чтобы от него не отнять, он маневрирует. Вот это прям… Настоящий истинный журналист. Сейчас пошел… Опять вот эта пошла история. Да, Слава Малафеев дал интервью про то, как он… Про вашу… Про вашу, как вы… Про мой факап в перерыве матча… А что там… По мне? Все по… Ребят, нет, нет. Все сказали в момент. Все сказали в момент. Двенадцать лет прошло. Я аплодировал стоя. Двенадцать лет прошло. Двенадцать лет прошло. Не просто до сих пор помню. А будто вчера было тогда. И самое интересное… Да, Слава, кстати, молодец. Он провел тогда лучший сезон, да. И человек сказал… А почему он провел, Дмитрий? Потому что вы… Вы достали из него… Ну, это… Услышал критику конструктивную… Это, в конце концов, не важно. Пиклерову ему на лицо. Я тут вдруг просто поймал себя на мысли… Одиннадцатый год… Представляете, одиннадцатый год, двенадцать лет назад… То есть это президент Медведев, министр обороны Сердюков… Страна другая была… Не надо вот это, а просто другая и все. Да, другая, да. Конечно. И что мы сейчас будем тут говорить? Хорошо. Мы переходим к раундам. Итак, у нас раунд номер один, Дмитрий. Вы не смотрели наше шоу, вы его обосрали и захейтили, но тем не менее… Не, послушайте меня. Вначале было невозможно, потом вы прибавили, кстати, отдать вам должное. Дайте сюда, дайте сюда. Не, ну кроме шутера, кроме три прибавили. Я вначале включил и думал, что, ребят, можете посильнее. Прибавил он в весе только, Дмитрий. Весе я прибавляю, мне кажется, наоборот. Итак, первый раунд. Дмитрий, ну давайте так, честно, Дмитрий, ну вы чуть-чуть прибавили, давайте начнем с этого. Не, во-первых, я чуть-чуть сбавил. А, то есть вы еще больше были? Я с палками хожу. С палками? Я с палками хожу, банджи-памп, я апологет же не северной ходьбы, но… Багет что? Апологет. А, то есть до этого были один багет, а сейчас уже пологет. Итак, раунд номер один, у нас будут появляться различные фотографии и видео, и вы должны будете просто их комментировать. Отлично. Вы же лучший комментатор. Хорошо, давайте, да. Поэтому… Итак… Вот… Были времена, когда с Василием Уткиным, с Тиной Канделаки мы приходили после открытия телеканала Матч ТВ не просто на Первый канал, а еще и к Ване Урганту. Я, кстати, по Ване скучаю, потому что Ваня блестящий профессионал мирового телевидения. Согласен. Я дико скучаю, как… Ванька, мы скучаем. Я дико скучаю, как… Ваню уже сто раз передавали все приветы. Ваня уже сто раз передавали всем привет. …как футбольный болельщик к репортажам Васи Уткиной. Я, конечно, там слушаю его стримы в телеге, там все вот это вот… Вы близкие друзья? Нет, ну мы не друзья, конечно. Да, мы коллеги, мы на связи, то есть можно с уважением и все такое прочее, да. Ну, Тинатин Гивиевна сейчас большая, великая руководительница. И, конечно, я скучаю по тем временам… Величайшая. …на первый канал. Конечно. Три богатыря прям сразу видно. Да, на первый канал, поэтому нет. Хорошая история. Правда, Илюша Муромец сейчас уже килограмм 300 набрал. Хорошая история. И здесь даже ощущение, что Вася смотрит вот не столько, так сказать, на Ваню, сколько косит лиловым глазом немножко еще и в сторону женщины. Конечно. Посматривает, даже видно. Женщины любят то, как показывают цифры. Ну, а что, о биатлоне, как о романе? Да, потому что людям интересны люди. Давайте так. Дмитрий, вы любите просто женщин. Вы восхищаетесь любой женщиной и ее красотой. Нет, но я сейчас… Но кино – это особо. Да, кино, конечно. Нет, ребят, не просто женщина. Мы с Канделаки знакомы со 2002 года, когда она меня на радио пригласила. Кстати, нас свел футбольный эфир. Тогда был чемпионат мира. Витя, а вы меня позвала на радио. А вы любите футбол или нет? Скажи честно нам. Не любите. Я люблю футбол в себе, а не как вы, Артем, себя в футболе. Вот это, конечно. И то, что ты любишь себя в футболе, тебе принесло огромное количество титулов. Не правда. Кстати, я думаю, что как раз тогда наоборот. По евроспорту. Но Артем, кстати, по поводу локомотива сейчас, это прям вообще респект. Спасибо. Вы огромный молодец. Спасибо. А меня уже похоронили вы все ее. Да, да. Мы хорошо общаемся. Но вот вы считаете, что если человек приходит в какую-то узкопрофильную среду? Просто в узкопрофильную. Он хотя бы должен попытаться в ней разобраться. Ну, она и пыталась. Ты, например, не до конца в теме, то просто ничего не надо говорить на эту тему. Знаете как? Смотрите. Мы не можем ничего не говорить. Дмитрий, вот здесь мы с вами похожи. Мы горлофаны. Я каждый раз говорю, ребят. Мы горлофаны. Почему Дзюба, будучи великолепно готовым, или даже давайте о святых, так сказать, именах Месси, Роналду, Бензима и так далее. Кто это? Кто эти люди? Они могут в ворота не попасть. Я тоже самое говорю. Точный пас не отдам. Почему в Формулу-1 Попов комментируют, а не вы? В черте как сыграть. Баррикелло входит. Попов – это пловец Попов, биатлонист. А, Леха Попов. Ну, Леха Попов. Куда-то пропал. Куда-то пропал. Я не знаю. Ну, как Формулу-1 закрыли, я думаю, что он пропал. Там 70, там сколько кругов он пока там откупырил. Там уже в 50-му кругу уже по барабану. Хоть то там. Вот, поэтому это единственное, что… В пистолке заехал, не заехал. Нет, ну попасть не… Это их работа, они обязаны выходить. Лидович, а вы вот сейчас российский биатлон смотрите? Вот хоть что-то? Нет. Вообще, Дмитрий, вот честно… Ну, потому что… Ну, Дмитрий, ну неинтересно. Ну, после того… А вы комментируете так же? Ну, конечно, комментируете. После того, как был Кубок Мира, наш чемпионат, там, не знаю, по лыжам, Вяльбе все время говорит, сопоставим с Кубком Мира, там, или чемпионат России по биатлону сопоставим. У нас и в «Зените» сейчас говорят, что если бы мы сейчас Лигу чемпионов играли бы, вот сейчас, мы бы, конечно, ее выиграли. Ну, то есть… Ну, так можно говорить о чем угодно. Мы бы невровиднее и все бы выиграли. Сказали как-то два американских известных футболиста-психолога Чипа Дейл Карнеги. Если тебе достался лимон, сделайте из него лимонад. Поэтому, если мы сейчас… А я… Я, кстати, возмущен историей, что назвал американец… Какого? Роша… Господи, бразилец… Просто Роша… Роша клоуном, и его на 50 тысяч арестовали. Собор его. Арестовали, господи… За… Арестовали… Оштрафовали, да. Потому что оговорки… Ничто так не украшает эфир, как легкая лажа ведущего. Мы все оговариваемся. Вы программу назначили, нашу запись на утро. Я не выспался. Чушь прекрасную несу. И, послушайте… Ну, что такое клоун? Клоун… Это… Заслуженный вообще человек… Нет, ну, клоун… Цирк… Который держит весь цирк и монет. Нет, клоун – это карандаш. Великий румянца. Да, Никулин. Это Юрий Никулин. Это Шуйдин. Да. Это Олег Попов. Это Леонид Янгибаров. Клоун… Знаем такого. Никулин. Это Леонид Солуцкий. Это Слава Полунин. Малофеев. Смотрите, Дмитрий. Я вам объясню. Просто… Клоун – это такой внутрифутбольный сленг… Я знаю. Я вам расскажу… Я вам расскажу одну историю. Ну, кому вы объясняете про футбольный сленг? Я… Что такое сайт? Быстро, Дмитрий. Быстро. Вот, быстро. Это положение вне игры. А как оно происходит? Очень просто. Когда кто-то вне игры… Вот так… Вышел вперед. Подъехал. Ветер, блядь, посмотрел. Нет, не подъехал. Это в другой программе. Вот это. Подъехал. Началось. А как происходит вот это, когда все стоят на какой-нибудь долб… Ну, лежит, стреляет? Были же такие случаи? Эпик фейлы. Конечно. Когда путали Лёвку… А чего это происходит? Даша, ложись. Она стойка… Но это смещение акцентов в голове. Нет, ну ты вот ложишься, а слева и справа стоят… Нет, она была одна. Вот так бывает. Она думает, что она… На два круга, как обычно… Так бывает. Это… Домрачева, как обычно, одна ногами приехала первая, никого нет. Она думает, хоть бы кто показал речь или встать. Другие перепутываются. А там как-то подсказывают? Как-то подсказывают? Все зрители подсказывали. В хантах дело было там… Даша, ложись. Давайте. Ой, ну ребят, ну что? Ну мы же про это уже сейчас говорили. О, господи. Ну это что? Я вообще эту тему не знаю. Хотите об этом поговорить? Давайте поговорим. Я не знаю, что здесь происходит. Я марионет. Давайте. Хорошо. Давайте так. Я по-другому. Один раз я комментировал на Первом канале, на Чемпионате Мира. И я комментировал с господином Елагиным, которого нежно… Это мой учитель. Кто? Мой учитель, Саша Елагин. Да. Он был мой редактор, когда я приходил… Елагин? Александр Елагин? Да, да, да. Удар! Еще удар! Еще удар! А нет, пас на фон. Удар, еще удар – это фильм такой был. Да, да. Так вот. Елагин – это мой кумир. И, например, Елагин. Он заслужил… Удар! Еще удар! Еще! Чудак просто бежит. Он такой… А, нет, пас на фон. Послушайте, журналист имеет право на… Журналист… Артем, послушайте меня. Журналист имеет право на гиперболу. Вы знаете, почему у Синявского не получилось на телевидении? Вадим Светович Синявский. Он преувеличивал, потому что на радио преувеличивал, а на телевидении не преувеличивал. Во-первых, давайте мы начнем с того, что Вадим Синявский был военкором. И он потерял на войне глаз. И, естественно, когда человек, комментируя турне «Московского Динамо», в тумане ничего не видно, он сочинял, он был гений импровиза. И когда появилось ТВ, здесь же люди стали видеть картинку. Конечно. И Озеров подпирал еще молодой. И Синявский потерял. А как подпирал? Ну, блин, дайте задам вопрос. Потому что, смотрите, да, вот я с Александром Викторовичем безмерно люблю... Про Евагина мы. Да, но... Он, например, не знал, как пользоваться аппаратурой, потому что он никогда не комментировал на стадионах. То есть, ну, вы же... То есть, здесь одна претензия. Почему вы не нажали кнопку вот эту вот? Значит, смотрите... Больше претензий нет вообще. Ребят, рассказываю в десятый раз. Ну, смотрите, значит, по поводу пульта, я сам до сих пор не знаю, как им пользоваться. И приходят специально обученные люди, потому что у меня руки растут из другого места, помогают. Ну, я комментирую, что это мир первый раз в жизни, и то меня научили. Меня до сих пор не научат. Из жопы. То есть, приходит человек, и меня показывают, но я кое-как справляюсь, тем не менее. Ну, не всегда. Ну, не всегда. Значит, смотрите, история какая. Я тоже кнопку не хотел нажать. Мы, я студентов учу сейчас. Стоп. Студентов учу сейчас. Ребят, учитесь на моих ошибках, а не на других. А? А? Если на вас надет микрофон, рассказываю я. То же самое надо говорить. То отдавайте себе отчет, что каждое слово может утечь. Возвращаемся к тому моменту. Я... Быть или не быть? Да, вот в чем вопрос. To be or not to be, what is the question? Мир создан для любви, добра и песен. Знаешь, что пел? Бисер Киров. Болгарский певец знаменитый. Что-то с болгарами, естественно, связано. Не мечите бисер перед Кировым, говорим так. А у меня Коля Басков. И вот мы на канале «Россия». Коля Басков великолепен, кстати. Да, блин, прекрасно. Можно позвонить ему. Значит, на канале «Россия», когда мы работали... Коля готов, подмывайся, мы едем. Вы мне... Я отвечаю на вопрос. Он нам мешает, дайте уберем. Я вам отвечаю. Смотрите, вы просто скажите, вы просто... Это технически вы не знали, как нажать. Значит, послушайте меня, пожалуйста. Да, давайте. Короче, пожалуйста. Я спросил у выпускающего режиссера, который на телевидении, как я думал тогда, сейчас нет. Это как мама. Дима Федоров. Про него нет? Выпускающего режиссера. То есть, я спросил человека, нас кто-нибудь слышит? Он говорит «нет». И смеется. Это хорошая шутка у него была. Да, хорошая. Шутки. Дмитрий, нет. Молодим. Когда я сижу в аппаратной и спрашиваю выпускающего режиссера... Это Александр Попынь, кстати. Мы потом с ним какое-то время не разговаривали, потом подружились. Пятлон показывал неплохо. Я говорю, он потом мне говорит, я не знал. Я говорю, Саш, если бы ты сказал мне, что я не знаю, я бы не стал это говорить. Хорошо. Мы не слышали собственного голоса, и я допустил ошибку, что я поверил в ваши профессиональные обязанности. Я тоже самое в 2016 году поверил в уметь пользоваться этим пультом. Или это не ваша вообще обязанность? Дорогой вы мой, послушайте меня. Мы тогда были не в эфире. Это не был эфир. Это была утечка в интернет. Спортбокс подключил вот так напрямую. Никому об этом не сказал. Это вопрос именно не пульта. Это был вообще не пульта совсем. Все, понятно. В нашем деле... Ребята, вот вы сейчас, вы ведущий. В нашем деле все-таки нужно... Да, почему вот я... Мне действительно... Мне даже... Мне даже в какой степени сейчас... Вы хороший дядька, да? Мне немножко не лопаешь. Тренер говно. Позволял себе. Думаю, ну черт, ну может быть надо как-то наладить. Но чувствую, что это происходит. Да. Но мы, поскольку публичные люди... Можете и соседский поцелуй? То, что вы, между прочим, на себе испытали, не нужно. Нужно держать удар. Необходимо публичным людям держать удар. Да. Левый прямой, правый боковой. Опа-на-на-на-на. Сейчас уже это. Давайте следующее видео или фото, что у нас будет. Я пока попью. Давайте, пожалуйста. Так. Это ваша цитата. Как-то мы в эфире... Это было в прямом эфире. Да, с Машей Орзулом в прямом эфире был задан вопрос. Да. Что заделось? Мы с сексом в студии. Что ответили? Какой смысл заниматься сексом в студии? Мы просто... Шпилимся в гримёрке. Для этого их и придумали. У нас был эфир на «России-2», когда мы отвечали в прямом эфире. Были времена на вопросы зрителей. Но про Орзул актуально очень, да, Артём? Нет. Не знаю. Орзул, Машка великолепна. Так вот, и короче... Великолепна? И короче... Они в гримёрке там. Нет. А я хочу сказать, что... То есть вы гипертрофировали. Многие люди... Шпилимили? ...после той истории, так сказать, нашли свою любовь. Вот я бы сказал так. Вот. Поэтому Артём – созидатель стихами. Давайте, надо чуть помолчать. Надо послушать. И я вот так посмотрел фамилии, и чёрт возьми, после поколения Кончельскиса, Шалимова, Карпина, Мостового, потом у нём дальше Аршавина, Киржакова, Акинфеева, Березуцких и так далее. Это слабый состав. Как вы будете с ними решать задачу? Не согласен, что это слабый состав. До сто процентов. И это вы увидите. А когда, собственно говоря, вы это будете притворять в жизни? У вас там раз-два и обчёлся времени на подготовку с этими средними футболистами, Валерий Георгиевич. Это не звёзды. А для тебя это средние футболисты. А для меня это не средние. Для меня это лучшие футболисты. А что, не на «вы»? Ну, мы с ним вообще так-то на «ты» в жизни, но… В эфире-то на «вы»? В эфире. Нет, но здесь люди часто себе позволяют. Это очень здорово. Дмитрий, вы правда считаете современное поколение слабым? Или это, опять же, было какое-то вот… То есть вот где вы играете, а где вы на самом деле считаете? Нет, по сравнению… Давайте мы скажем честно, что мне кажется, вот нынешнее поколение уступает по одарённости, может быть, по каким-то, знаете, футбольному образованию, навыку и мастерству, нынешнее поколение безусловно уступает. Ну, знаете как, так говорили про все поколения. Нет, когда их поколение было… Ну, Леонид Викторович, пожалуйста, нет, не надо. Ну, не надо, не надо, не надо. Нет, Леонид Викторович, вы сейчас передёргивайте. Мы сейчас… Так это ко мне, давайте передёргиваю я. Как хорошо было при Брежневе, потому что, ну да, девушки нравились, и тогда нам было лет мало, там, и всё такое прочее. Неправда. Так, если с Пиклером Гросс как был? Гросс? Ну… Комси-комса. Другой форум. Символ российского футбола. Ну, позовите его четвёртым нападающим, играет он сейчас в «Зенит» или нет. Вам жалко, что ли? Не жалко, это просто будет неправильно по отношению к другим футболистам, ко всем. Это посыл ко всем футболистам. Какой посыл? Для начала надо играть в клубе. И хорошо играть. Даже можно же играть, но плохо. Кто эти люди? Для начала играть в клубе и… Знаете кого-нибудь? А он что? Кто? Кто? Не знаю. Послушай, давайте дослушай. Последнюю игру вообще он не играл, например. Согласен. Ну разве это показатель одна игра? Показатель. А дай это… Я топлю, топлю за дюйму. Что договаривают-то? Не показатель? Я теперь буду в майке губернии в том 69. Сделайте мне ещё одну? А сейчас есть другие футболисты, которые показывают себя в клубах, которые играют, и показывают себя в клубах, и шанс на давление. Сейчас видно специалисты, которые в футболе играли. Он на заявку теми людьми, которые на данный момент… А вы не хотели бы… Вы говорите про того, кто слева или кто справа? Кто справа. А вы не хотели бы возглавить сборную? Нет. Да что ж такое? Я футбольный обозреватель. Ну ладно, ну Виктор же мне это не мешало. Я обозревателю тренировал. Конечно, обозревателю тренировал, да. Безуспешно. Ну вот ещё раз говорю, да, вот вопросы, когда вы иногда цепляетесь, да, с кем разговариваете, а когда реально двигаете какую-то хорошую историю. Вот какое у вас сочетание? Как вы быстро перестраиваетесь с одного на другого? Слушай, ну я же человек. Да. Я понимаю. Мне просто интересно… Нет, ну смотрите. Ну смотрите, Карпину же было здесь неудобно. Да. Мягко говоря. Херовый стул. Ребят, у нас есть программа «Ну так нельзя». Вот это, ну мы здесь с вами не ругаемся, когда был Вася, мы ругались. И есть программа «Коммент тренер», где идут очень серьёзные методические… Вы разделяете зёрна и, так сказать, котлет. Да. Вот у меня такой же вопрос к вам. Как вы это разделяете, не разделяете, делаете? Ведь вы же тоже, вы можете давать советы методического характера тренерам по плаванию, да, которые потом говорят, что, Дмитрий, что вы тут лезете в методологию. Вы в этом нет. Я никаких советов никогда тренеру по плаванию не давал. Я просто сказал после Олимпиады, ребята, что с такой командой, когда вам жопу прикрыли рылов с двумя золотыми и отчасти колесников с серебром и бронзой… И рассказывать, что мы намяли бока американцам, как минимум, некорректно. А вот здесь согласен. Потому что, да, у нас тогда один плавец-комплексист, к сожалению, заболел с ковидом, слёг, но команда потенциально в Токио была готова сражаться, ну, за четыре-пять золотых минимум. А взяли? Две. А Нур-Эллов выиграл. С пиком, с пиком промахнулись. И, в общем, сделали, с моей точки зрения… А потом, знаете как, главное начальству доложить, сказать, да, Владимир Владимирович, вот здесь 30 лет американцы, а у нас Рылов. Это да, это правда, это здорово и хорошо. Ну, хорошо. Ну, когда… Извините, ребят, но когда спинист Рылов ещё в эстафете кролем вместе с пинистом Колесниковым вытаскивает команду, где специалисты-кролисты, которых вы не подготовили. И мне нравится, я сдаю вопросы разные. Вот Карпину здесь неловко, но давайте так скажем честно. Знаете, почему всем футболистам нравится работать со мной в кадре? Почему? Потому что вам всем интересно. Очень интересно. Вам всем интересно. Потому что я стараюсь делать хорошо. Есть… Понимаете? Лампа есть? Мы… Я работаю быстро, у меня хорошая… Алладин! Да. И поэтому, собственно говоря, люди приходят… Жасмин, блядь. Смотрите, как растут. Вот они все мои воспитанники, вот они все. Я даю совет, но все он там… Быстров, Ловчев. Быстров, Ловчев в том числе. А как вам понравилось, что Быстров первый в жизни, кто перекричал Ловчева? Ну, вас я не беру. Нет, ну там был момент, когда некоторые… Когда Вовка начинает вопить… Володька. Немножко так… Вот Володька, да. Я говорю, ребята, надо пожестче с ним. Ну что ж, я тоже буду кричать, спрашивать мне, допустим, Эдик Мор, да? Я говорю, послушай, но ты в любом случае… Ты настаивай, ты не повышай голоса. Ты говори о том, что знаешь ты. Да, да. Потому что ты… Извини меня, он играл с хорошими футболистами. А ты с плохими, что ли, два титула чемпиона России выиграл в команде Романцева? Там не хухры и мухры с тобой играли и конкуренцию ты, между прочим, тоже выдерживал. Проигрывал. Здесь все по факту. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа. Пусть Дзюба лучше уже в футбол играет, у него значительно лучше получается. И он прекрасный футболист, я с интересом ждать этого матча. Я насчет Слуцкого, конечно, я здесь немножко пережал. Артем, но насчет вас я был абсолютно прав и до сих пор, потому что вы в футбол играете лучше, чем ведете. Я считаю, что ведешь ты великолепно. Смотрите, что касается вас, я пересиливал себя и до конца, конечно, не досматривал. Но, понимаете, для того, чтобы понять, как человек работает, нужно несколько минут. Несколько минут. Понимаете? Во-первых, смотрите, ребята, давайте заниматься техникой речи. Давайте задавать вопросы. Давайте говорить вот сюда в рупор. Провесить делку. Не так. На траве трава. Хорошо, давай. Раз, дрова, два дрова, три дрова. Не руби дрова, на траве двора. Раз, дрова, два дрова, три дрова. Купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Давай. Я не запомнил, только запомнил купи. Ну, купи, кипу, пик, пик, кипу, купи. Значит, смотрите, ребята, рассказываю. Вот это все, вот сюда, сюда, вот сюда, сказали, сюда говорить. Не в микрофон, а вот сюда. Я тоже Алине Загитовой, сейчас, когда мы прекрасным образом помер... Алине Загитовой говорю, вот сюда, сюда, дайте сюда. А вы сидите там, что-то... Но сейчас уже чуть лучше получается. Конечно, здесь... Леонид Викторович, здесь, конечно, я, честно говоря, гипертрофировал. Да? Но вы еще... А я хотел прям быть внизу турнирной таблицы. Нет, нет, ну послушайте, но зачем вам быть все время внизу, когда вы немножко прибавите? Внизу, Викторович, подмышки ловите его, пожалуйста. Спасибо. Да, да, да. Нужно не это, не поднимать руки. Давайте следующее видео. Есть этот, очки для плавания и цепку? Я туда прям сразу... Мы в прямом эфире, это Биатлон, друзья. С Новым Годом! Гениально, гениальная история, сейчас расскажу. С вами Дмитрий Губерниев. Мы здесь, на ТЭКовоевской арене знаменитой, где спустя два года снова проходим... Гениальная история, мощнейший фокап. Подожди, ты дурак что ли, эй? Че ты мне в ухо как? Гениально, гениально, скажите, гениально. Да, Дмитрий, гениально. Это фантастически. Это, знаешь, мне везет, мне везет. Это просто... Давайте я расскажу, ну что вы, ведущие хреновы. Давайте, смотрите. Опять внизу турнирной таблицы. Нет, я сейчас внизу, я. Это же мой, мой, мой фокап. А с кем? Кто позвонил тут или что? Значит, смотрите, рассказываю. Лечащий врач? Есть такая на телевидении штука, называется как псевдопряма. Ну-ка, расшифруйте, мы нихрена не поняли. То есть ты за несколько минут до прямого включения записываешь псевдопряма. Ну, то есть якобы прямой эфир, но он псевдопрямой эфир. Он псевдопрямой эфир. Я записывал этот дубль. Я верил. Он дубль. И в этот момент просто некоторые нерадивые, как вот по классике, да, только у меня такое может быть. Меня просто взяли и вывели в прямой эфир. И Гоша, редактор, он был настолько взволнован. Куценко? Куценко, да. И Гоша, редактор, был взволнован. И нормальные люди как делают? Говорят, Дима, ты в прямом эфире. Да. Дима, ты в эфире. Гоша начал делать такие вещи. Дима! Дима! Это программа «Все на матч!» Дима! Я так думаю, что какая вся матч? Что ты дурак, что ли, мне в ухо орешь? А это был, оказывается, прямой эфир. Но классно же получилось. Человек хотел вас предупредить. Да у вас все классно получается. Получилось же классно. А все равно классно. Нет, это... Это гениально! Я вас опережу. Гениально! Золотой фон. Давайте. Следующий факап. Золотой фон. Следующий факап. Да, я понял. Слушаем опять. У нас тут Дмитрий просто кладезь факапов. Собрали все, что можно. Я могу с палками ходить, банджи-пам, по окрестам. Во! И представлять, что я латыпов. Потому что дети будут заниматься и представлять, что они латыпов. Эдик, ты куда приперся-то? Створы перебором, в душу и заболдан! Дима, открывай! Вы прослушали все! Ну что? Дима, открывай! Говорит, замерз! Пусти погреться! Вы даже все-все не послушали. Я... Я... Артем, вы же не смотрели это видео в оригинале. Верните. Я хочу этот гениальный комментарий. Классическая история, что... Зарулился! Дмитрий хвалит Эдика Латыпова. Тот не туда прибежал, и он его быстро гонит в другую сторону. Понял. А вы не сразу заметили, что он не туда едет, да? Конечно. Не сразу, да. Не сразу, а далеко не сразу. Уже шампанское откупыривали? Нет, нет. Послушайте, ребят. Давайте еще раз это видео. Не сразу, да. В углу монитора не заметил, но ничего страшного. Куда ты прешься, блядь, по ногам, блядь? Тут же я стою. Вот. Вот. Я тут рассказывал про палки, да. Боджипамп. Представлять, что я Латыпов, потому что дети будут заниматься и представлять, что они Латыпов. Эдик, ты куда пребешься-то? Створы перепутал? Ну что ж ты за балда? Латыпов, куда ты прибежал? Многоточие эфирные. Многоточие. Эдик. Ну это хорошо было. Я Эдика очень люблю. Ну смотрите. Он из-за этого призером не стал стоять. Вот у меня один вопрос. В футболе, у комментаторов, он всегда должен держать в фокусе мяч игроков и так далее. Ну здесь Латыпов уже реально... Эдик, ты полный. Эдик, ты полный. Нет, смотрите. Я сейчас не в качестве оправдания, во-первых. Нет, я вообще за вас. Нет, Литвик, смотрите. Вы правы, вы правы. Что ты ебался-то, блядь? Абсолютно нормальный. Первый раз, блядь. Это нормальный. А здесь же он один бежит, здесь же не сложно. Он один бежит. Но в этот момент... Фокус на него. В этот момент фокус на него я мог посмотреть на соперника. Какое место. Рассказать о том, что делаю я для того, чтобы поднять Латыпову и все пошли заниматься спортом. То есть вы не ожидали, что он перепутает коридоры. Я ждал его, что он появится пред наши очи по центру. А потом оказалось, что он уже прибежал и не туда. Так бывает. Я немножко, конечно, ошибся. В том смысле, что нужно было чуть пристальнее смотреть на монет. Ребята, ну послушайте, это абсолютно нормальная история. Да не вы штор перепутал-то, блядь. Конечно, Латыпов, что здесь еще комментировать? Нет, балда, во-первых. Я Эдико очень люблю. Нет, в конце вы сказали, балбес. Еще видео есть с Балбесова. А Шарик, ты балбес. Там был отсыл другой. Сейчас еще видео с Латыповым. Давайте, да. Вы знаете, как же хочется за всех наших парней болеть. Но Эдик такой... Не, но это... Это боль наша, конечно. Это потрясающий. Я уже рассказывал про семью, про супругу, про дочку. Латыпов! 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 Вы его звали? Кто открыли? Латыпов! Латыпов! Заходи! Латыпов! 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 Повторяйте все за мной, ребята! Латыпов! Эдику в этой ситуации помешало то, что он вот такой хороший парень. Вот ему здесь нужно было быть вот таким в этой гонке негодяем. Мерзавцем и подонком по отношению к соперникам. По хорошему такому губерниевому надо было быть. А у меня еще вопрос. Да. А вот вы считаете, что вот, например, да, когда вот эту гонку я смотрел. Я две ночи потом не спал. И я три ее. Я первая, да, я тоже не спал. Я первая проклинал вас, потому что, соответственно, я всю страну подготовил к победе. Да. Это правда. Потому что вы на картере, в моем положении, вы на картере думаете, да сколько можно. Да. И вот этот гнев у меня ушел от Латыпово на вас. Да. Принимается. А что? Это ход, это ход профессиональных спортсменов. Нет, Артем, я просто здесь сделал, по словам Слуцкого, хорошо свою работу. В отличие от момента, где я ее сделал не очень хорошо, признавая, немножко пропустив Эдуарда Латыпово, на несколько, две секунды буквально. Здесь я сделал свою работу очень хорошо, я бы сказал, даже блестяще, но немножко перекормил. Хорошо, у вас есть понятие вот фарт, не фарт, что нельзя раньше времени хвалить? Ну, какие-то условно-губернаторские приметы. Нет, смотрите, значит, я всегда говорю так в биатлоне, когда, в те годы, когда мы выступали. Потому что сейчас, даже если ты говоришь под руку кому-то из наших спортсменов, все равно победит другой наш, да, Кубок России проходит. Я говорю так, ребят, я говорю так, если в этот момент, когда наш спортсмен, и я говорю под руку во время стрельбы, на канале CDF, на канале NRK... А на канале SPAS были хоть? Или даже на канале SPAS, вдруг возьмет и выиграет, я сразу прекращаю комментировать. Вот если в этот момент, где я под руку сказал на канале Матч ТВ и условный лапы... Хорошо, ваши зарубежные коллеги говорят же под руку, сто процентов у них нет таких примеров. Наши зарубежные коллеги во время стрельбы не просто говорят, а они, когда ты с ними разговариваешь на тему сглаза, я даже знаменитую картину, по-моему, Шишкина, «Мужик с дурным глазом». Потом найдете, кстати, покажите на постпродакции. «Мужик с дурным глазом». Прекрасная картинка. А может быть такое? Они смеются, говорят, вы серьезно это все обсуждаете, да? А когда ты все футбольные приметы пытаешься принести в Англию и в Голландию, это вообще не работает. То есть, ребят, космические корабли Илона Маска бороздят просторы вселенной, а мы про сглаз разговариваем. А я думал, что вообще, да. А могло бы такое, что Эдуард Латыпов подъезжал, у него наушник был, ваш эфир. Значит, ребят, смотрите, сейчас маленькое объявление для всех. Если оставите вы это или нет, значит... Все оставим. Маргарет Тэтчер как называли? Железная леди. А еще как? Долбка. Нет, ну хватит ругаться. Маргарет Тэтчер называли леди «железный мочевой пузырь», потому что она могла много терпеть и долго. У нас программа записная, поэтому можно я отойду? Давайте. Какая красивая подводка. Вам вот туда можно. А кстати, помните историю про мужика? Все, вы видите историю про мужика, но я тоже могу много терпеть. История... Этот не помнит нифига, я вам расскажу. История про мужика, который убил жену, жену и любовницу убил. И знаете, какой был у него факап, кстати? Он же с микрофоном пошел в туалет. И писая, говорит, знаете, что я с ними сделал? Убил я их. И через несколько лет эту запись нашли. И его осудили на пожизненное, но он, по-моему, умер там как-то вот так. Вот такая была история у чувака. Чувак-убийца. Не могли доказать. Снимите микрофон, Дмитрий, пока он пойдет в туалет. Не дай бог. То есть чек... Оставьте шуписку. Чек стоял над суаром просто. Что я с ними сделал? Да убил я их. И через три года случайно на постпродакшне где-то нашли эту историю. Вот такая. Так что, ребята, с микрофонами будьте be careful. Можно еще, Артем, вот вы бы такую вот носили бы? Да. Да, 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 я сто процентов. Гребли с какого хера тебя лучше делает? Объясните мне, Дмитрий. Я объясню. Нет. Во-первых, нет предела совершенства. В байдарке или на каное? Значит, смотри. Хочешь быть сильнее втрое, приходи грести в каное. Хочешь жить на свете ярко, приходи грести в байдарку. Если мы говорим про академическую греблю... Ну, академист, знаешь, да? Знаем, да. И каное тоже знаю. Это каное бы Ополево-Ополевым назвали. Ну, Леонид Викторович. Как там в футболе был Викторович? Он Ополев, а вы его Ополевым. Я Макса просто все время называю Макс и все. Возочка для обозочки. Его зовут Аполенком, да, но он Ополев. Но гребля академическая, вид спорта, который развивает более 90% мышц человеческого тела. Я вижу. Именно поэтому гребля делает тебя лучше. Как у Фрэнка Зейна. У него гребля у меня свой. Вот у вас кто любимый культурист? У меня? Ну, кроме Шварценеггера. А у меня два человека. Один из них Фрэнк Зейн, трехкратный мистер Олимпия, который потрясал своей потрясающей эстетской формой. Я Александр Невский вспомнил. А, есть такой донор. Второй раунд. У нас есть три истории про вас. Вы тащите одну из них, даете мне. Я читаю, и вы говорите, было, не было, правда. История номер один. Читает Леонид Слуцкий. В начале своего пути, когда вы были еще спортсменом, вы занимались академической греблей, мечтали поучаствовать на Олимпиаде 96-го года. И победить. И победить. Правда, да? А, кстати, вот здесь это не написано. Какого уровня вы были гребцом? Я выполнил норму мастера спорта Советского Союза, но удостоверение не получил. Почему? Ну, это же недостаточно, наверное, для уровня национальной команды. Нет, конечно. Понятно. То есть, середняк были вы? Середняк. Да. Ну, значит, в общем, мечтали выиграть золото в Атланте, стать тренером, но, соответственно, желтуха, проблемы со спиной, минус год. Вы не вернулись на профессиональный уровень. Не вернулись, да. Пока все верно. Да, да. Значит, после завершения карьеры спортсмена вы пошли работать фитнес-инструктором в Лужники. Ну, это одна из моих работ была. Ну, и вас оттуда... А поподробнее еще делали? Вас оттуда... А, ну, в общем, здесь написано, что вы там долго не задержались. Ну, это не задержались. Хорошо. Хорошо, долго, потому что я на телевидении поучил. Нет, глобально, что вы брались за разные работы, пытались там и охранником работать. Я и работал охранником. Да, работали охранником и так далее. В Казино-Круссель. И при этом, да, вы все время не оставляли мысль устроиться работать на телевидении. А вы орали как Гэндальф? Ты не пройдешь, блин. Был такой? Там другие орали, а потом, я из солнцевской братвы, тебе хана. Да. Ну, значит, то есть вы все время пытались, да, как бы вернуться в спорт. Ходил на конкурсы различные. Да. То есть вы ходили на кастинги, пробы. В том числе вы были на конкурсе комментаторов на НТВ+. Да, я послал туда кассету. Улица Сезам не были? За Зелебобу ее. За Зелебобу ее. Я Зелебобу, да. А мне, знаешь, что нравится? Артем не помнит, а Слуцкий должен помнить, была такая программа «Большой фестиваль». И там был хоха. Кроссовок такой на Ленинградском ТВ. Конечно. Кроссовок. Под своей речью, что вы нас тут неоднократно демонстрировали. Какой она падающий. Выходили на курсы синического мастерства. Ну, так уж прям не было курсов синического мастерства. Да. И, соответственно, в 1997 году вы подали заявку на место в статье ТВЦ. Не подал заявку, я пришел на конкурс и его выиграл. Да. Больше того, вот мы сейчас с вами записываем программу и ровно 26 лет назад я увидел конкурс на ТВ, что новый канал образовывается, московский, на месте дважды два, ТВ-центр. Увидел, записал телефон, была реклама тогда по телевизору. Пришел и выиграл этот конкурс. Я много об этом рассказывал. А вы только один пришли? Вот. Так вот. На телек взяли одна у меня. Когда вы работали на ТВЦ, у вас тоже там были конфликты, вас пытались несколько раз уволить. Ну, не так это все было немножко. Меня не взлюбил Сергей Юрьевич Ческидов. Хорошо. О, помню такого комментатора. История про что? История, честно, мечта. За что, честно? Я думаю, что он чувствовал конкуренцию. Ваш путь был очень тернистым к тому, что есть. Чернистый, да, абсолютно точно. То есть, в принципе, все верно. Да, все верно. То есть, как бы, вы не такой золотой мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту, все получалось и так далее. То есть, 20% всего лишь вот этот, ну, гениальности, а 80% — это каждый день труд. Вот эта работа над собой. Я ходил уже когда… Артем, я ходил… Мне захотелось говорить лучше всех в стране. И вам это удалось? Вы это делаете гениально. И я ходил на курсы к Светлане Макаровой… Но вы же согласны, это как в футболе, что если у вас нет генетической предрасположенности к этому, было бы бесполезно в любые курсы. Это правда. Да? Да, но тем не менее. Ну, то есть, я приходил после утренней смены в Институт повышения квалификации на занятия… То есть, официально вы лучше всех пи***те в России? И на 2-3 группы. Меня с третьей группой уже она выгоняла, потому что у меня язык нево… Это инвалидная группа? Как 2-3 тренировки. Ага. Группы по технике речи было. Ага. Я там что-то… Это было… Нет, не так. Там было «рла-рля», «рло-рлё», «рлу-рлю», или «лра-лря», «лро-лрё». Повторяйте. «Рло-рло», «рло-рло», «рло-рло». Хорошо. Дмитрий, а вот к этой вот теме дальше. Да. Вы все-таки хотите быть… Хотя вы там ввели «Евровидение» и все. То есть, вы не хотите уйти условно в политические ведущие… Боже, сохранить. Просто уйти. Журналисты. Боже, сохранить. Ну, то есть, вы прямо… Предлагали неоднократно… Вы довольны тем, чем вы занимаетесь. Я ведущий четырех федеральных каналов. Я знаю. Четыре. Так, подожди. Но все кончились… ТВЦ, НТВ, СТС… Нет, нет, нет. Стоп. Я ведущий. Ну что? Телеканал «Россия». Я работаю советником гендиректора Антона Золотопольского на канале «Россия». Кого еще? Антон Золотопольский. Большой начальник. Ага. Был, кстати, очень… Ну, и есть сейчас… Телевизионный менеджер гениальный. Он был… Кто гениальный еще был? Телевизионный менеджер гениальный. Продюсер фильмов великих. Да? Послушайте меня. Ну, движение вверх. Легенда номер 17. Сезолотопольский. Ну, это гениально. Ну, это гениально. И плюс я… Комментатор по договору на канале «Матч ТВ». По какому договору? Ну, потому что… Мне трудовая на ВГТРК. А между собой просто? Плюс ко всему я еще ведущий НТВ. После смерти Борисова мы с Алексеем Лосенковым делим… У нас выигрывает «Русское лото». Я бочки трясу. Вы не могли бы вот эту бочку потрясать? Я бы много раз это делал. Вот. А еще я ведущий… Леонид Викторович, еще я ведущий НТВ. Может, что выпадет? Ну, вот вы спрашиваете… От НТВ. Почему, черт возьмите, ребята плохо работают? Сдают вопрос, сами шурят, не слушают. Слушают? Да нет. Посмотрите, как я разговаривал с Карпиным. Я же его слушаю. Кто это? Я слушаю. Я топил за дзюбу, слушая Карпина. Нет, ну если мы будем слушать, Дмитрий, мы не закончим. Дмитрий, ну мы вас слушаем. А какого хрена? Ну, какого хрена я ему каждый день задаю вопрос? Да, это да. Да, это я. Какого хрена вы лезли в футбол? Мне все время задают, какого хрена ты лезешь в футбол? Ну, он на вас это и спросил. Да. И я не буду… Дмитрий, мне тоже самое говорят. Какого хрена вы оба лезете в футбол? Итак, у нас прошел второй раунд. У нас прошел второй раунд. У нас остался еще третий раунд. Ужас, Леонид Викторович. Третий раунд. Ужас. А знаете, как понять, интересно программа или нет? Вот сейчас… По вам? По вам? Когда вы что-то рассказываете, обращайте внимание всегда на операторов. Если операторы… Вырубать свет надо будет. Кто тут мешает нам? Если операторы делают свою работу и слушают, ну допустим, и там как-то реагируют эмоционально, значит программа хорошая. Да, да. Можно… Вот, ребят, не продюсеры и девушка красивая с фотоаппаратом большим, а операторы. Вот операторы – это соль. Поэтому вот, пацаны, нормальная же программа у нас? Ага. Итак… Вот. Я ты такой хмырь там сказал. Это не операторы. Раунд номер три. Дмитрий, да, объясняю вам правильно. Потому что он гениальный. Сейчас рандомно будут появляться шесть фотографий знакомых вам людей. Вы должны, не зная, кто будет следующий из них, поставить их на место. Ну не на место, как вы обычно все ставите место. Мы сейчас всех наберем и поставите их на место. А вот представьте, да, что вот такая ситуация, что вы всю жизнь программу «Все на матч» будете в студии вести с одним человеком. И на первое место вы ставите человека, с которым бы вы больше всего хотели бы вести. На шестое – меньше. Не, ну это некрасиво. Для меня все коллеги дороги. А это не коллеги. Дмитрий, мы не коллеги. Это просто близкие вам люди. Просто такая программа. Да, она не очень красивая. Мы любим, когда чуть-чуть это прип***ывают. У вас этот футболистишка что-то жене там сказал, что он меня избил. Что-то вот это у вас, да? А, Ром Паученко, да. Футболистище. Итак, поехали. Мы крутим, вертим барабаны, и Дмитрий расставляет людей по принципу, с кем бы он больше всего хотел оказаться в студии «Все на матч». В качестве гостя, какого угодно этот человек может оказаться. В Вяльбе. В Вяльбе. Ну, насколько вы хотели бы с ней до конца жизни? Вот вам главный человек в матч ТВ говорит, Дмитрий, вот всю оставшуюся свою жизнь… Я ставлю на первое место. Согласен. Потому что она в Вяльбе. В Вяльбе, ну что… Вяльбе на первом месте. На первом месте Вяльбе. Сразу уже это. Поехали дальше. Интересно в списке, кто будет дальше. Ну, сильная женщина? С характером? Сильная женщина с характером, но ей это мешает? Ну конечно. Нет, на посту у президента ФЛГР Леони Викторович. Я думал, целоваться мешает ей. Так, схватит ее. Слава Малафееву. Как вы угадываете? Ну, я не хочу никого обидеть сейчас. Ну, шестой. Ну, пусть шестой. Ну, конечно. Тоже шестой. Давайте дальше. Ну, вообще… Митрий, просто не знаю, кто будут остальные люди. Нет, ну, здесь даже кто бы не был, Малафеев реально шестой. Я буду реально… Нет, нет, все не так. Ну, просто очень странная подборка, ну ладно. Подборка странная. Но у нас программа странная. Ну, я просто сразу говорю, никому не обижаться. Ну, мы странные, да. Да, да, да. И ведущая. Ну, пусть она будет вторая. Вторая. Как он любит женщин? Как он любит женщин? Как он любит женщин? Как вообще к коньяку относитесь так в целом? Ну… Нет, коньяк. Что, обиделись, потому что выпил весь коньяк? Нет, вообще я не пью крепкий алкоголь почти. Давайте дальше. А было так, что на мочевое заходите и нет коньяка? Если вы понимаете, что… Такого не было. А кто-то пришел. Оля, такого не было. И вы начали орать, кто выпил мой коньяк? Что? Кто? Чего? Широков? А сейчас уже шестое место занятое. Подождите. Подождите. А точно Широков? Может, это Анюков? Ну, пусть он будет… Нет, ну я не могу ставить его выше Малафеева. Это уже как-то будет… Нет, ну мы… Это он перед ударом? Мы потом переставить. Это он перед ударом? Пусть он будет пятый. Пятый. Он перед ударом? Перед ударом с ноги вот это лицо было? Широпятый. Дальше. У вас как-то такой, да, Широков, Малафеев? Эти зениты с вами у вас как-то не очень… Нет, с Малафеевым прекрасные отношения. Да? Про Широков я все же сказал. Он даже… Поехали дальше. Роман Широков в российском футболе фигура не рукопожатная. Согласен. Итак… О, Гараничев. Пусть будет четвертым. Почему четвертым? Ну а что? Ну почему четвертым? Не знаю. Мне кажется, там больше какая-нибудь женщина будет. А, ну ладно. Хорошо. Не, ну Гараничев часто четвертый, что говорить. Да, да, да. Цветочная церемония. У него весь дом в цветах. Он говорит, да, 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 да. Что здорово, Артем, что здорово, что можно в биатлоне подиум как хочешь расширять. Порево тоже можно. Подиум, подиум. Расширенный. Да, еще сходил на курсы речи. Поехали дальше. Хорошо было. У Дмитрия уже мысли про Порево. Он там у него что-то намечается. Такой… У «Сектора газа» был такой альбом, по-моему, «Танцы после Порева», по-моему. Да. Он оказался один, но тут интрига уже умерла практически. Но у нас были люди, кто не справлялись вот с таким заданием. На какое место мы поставим последнего? О, Господи. Ну, все. Ну, уже. Собрали ее, боже, туда. В компанию. Смотрите, да. Как было… Хорошо. А если мы сейчас заново… Вот вы всех знаете. Расставьте заново, вы все знаете. Кто не понимает, это ближайшие люди из окружения Дмитрия Губернева. Представляем заново. Первая – Бузова. Давай. Первая – Бузова. За ней – Вяльбе. Да. Гениально. Дальше идет… Гаранчев попадет все-таки. Дальше идет… Дальше идет Малафеев. Третий. Опять Гаранчев в цветах. Потом идет Гаранчев, он не зыблем. Дальше идет Павлюченко и потом Широков. Вот такая была бы шестерка, если… Да. Дмитрий, ну смотрите. К чему мы вынесли вот эти вот Лиги Чемпионовские шарики? У нас есть такая фишка, что нужно позвонить одному из этих шести людей. Да. Вы вытащите сейчас просто номер какой, да? То есть, ну, первое, второе, третье, четвертый, пятый, шестой. Мы не знаем, какой номер вы вытащите. И, в принципе, суть звонка следующая, что… Ну, вы просто приглашаете человека к себе в эфир как бы шутливым варианте. Ну, такое, чтобы примирение было. Я сверху, сверху. Понятно. Мы поняли, что вы сверху, мы поняли. Открывайте. Открывайте ее. Я не умею. Я тоже не умею. Я еще буду ее… От души как… Это всегда, знаете… А, он откручивается для тупых. Мне не справились. Это как самый смешной вариант, сейчас пока не знаю, что это. Смотрите. Я уже видел. Когда проводишь жеребьевку, и вот нужно же это самое, что-то там открыть. Повезло, Дмитрий. Вам легко сейчас будет. О-о-о-о! Елене Валерьевне позвонить? Нет, вы Бузовой выбрали. Нет, вы Бузовой выбрали. Давайте Бузовой. У нас первая была в Вяльбе, когда… Была в Вяльбе, да. Но потом Дмитрий сам, собственно… Не-не-не, она возьмет. Она не возьмет, она не возьмет. Ну давайте Бузовой тогда. Первая вот здесь Бузова. Оле можете набрать? Оле могу, но у меня нет ее телефона, кстати. И у меня есть ее телефон. Давайте. У меня его нет, и у меня его есть. На съемках, наверное. Легкие? Ну, бывает так, что… Знакомые номера они берут. Ну, такие… Ваш номер должна знать. Там даже он высветится. Гениальный. Не так все. Не берет. Ну, давайте Павличенко позвоним. Давайте. Давайте, Павличенко, так смешно. Давайте. Сейчас я вам опять вобью. О, Романович, да, правильно? Да. Смешно надо делать? Да. Ну, чтобы он поверил вам. Не берут незнакомые номера футболисты. Алло. Роман. Да. Ну, чего вы не берете трубку? Это Дима Губерниев. Привет. Слушайте, я хочу вас позвать на эфир. И просто вас, ну, в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из вас полное говно. Приходите ко мне, пожалуйста, в программу «Все на матч», Роман Павлюченко. Не засыте. Или, как обычно, засыте, Роман. Вы же там меня что-то избили там вроде как где-то, да? Щегол. Меня, гребца двухметрового. На эфир приходите ко мне. Слабо? Ха-ха-ха. 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 Чё? Чё смешного-то? Придёте? Ха-ха-ха. Обязательно. Тебе обязательно. Роман, мы с вами на бурдуршафт не пили. Тебе обязательно. Где вы учились-то, ё-моё? В каких университетах вы учились, Роман Павлюченко? Ха-ха-ха. Футболист Щегол. Джебил. 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 Что за слова, Роман? Вот, вопросы есть ещё, ребят? Есть ещё вопросы к этим людям. Парни, спасибо, что позвали. Да, спасибо вам. Вот за такую концовку я вам отдельно благодарен, Викторович. Хорош. Итак. Это называется, знаете как, смотрите, я всем рассказываю. Это называется просто вот так аннигилировать. Я очень люблю такие моменты. Вот вы спрашивали, знаете как, вот, низводить, курощать и дурака валять. Астрид Лингрен в блистательном переводе Лилиана Лунгиной. Павлюченко. Фу. Итак, у нас есть подарки всегда для людей. Давайте, давайте. Вам подарки тематические. Они с каким-то определённым смыслом. И, Дмитрий, учитывая, что вам невозможно закрыть рот, мы вам дарим кляп. Это я так не раз... Ты умеешь? Конечно, да. Это от Викторовича. Это от Викторовича. Там не сложно. Вот, так что вдруг иногда вам потребуется. Не, ну я разные штуки, но с этими в первый раз. Ну вот, это такой вариант кляпа Ну вот, вы правильно все, собственно говоря Да, примерим что-нибудь Ну попробуйте Давайте, Артем Для вас с удовольствием Дмитрий Ну протер, ну ладно, я не облизывать Не, ну Дмитрий, у вас такая Ну так просто снимите его, потому что у него не застегивается Голова большая Даже вам это невозможно сделать кляпом Итак, мы благодарим Блистательного Дмитрия Губерниева Что пришел к нам на программу Что выяснили огромное количество вопросов Ну а вы лайки, комментарии И даже можете срать в этот раз Не только нас с Артемом Дзубой Но и Дмитрия Губерниева Ну точно! Друзья, это была Программа, название которой я не знаю Но ребята прибавляют Подождите там за кадром, дайте я финальную отводочку Но в целом молодцы ребята, значит скороговорки Это когда слушают гости Обязательно Все-таки смотрите, задавать вопросы Не чтобы были Односложные ответы Да или нет И все-таки периодически дослушивать Но в целом молодец Я же сказал, что Я же сказал коллеге Федорову, что на позитиве Ребята, спасибо Ну так нельзя Ну так нельзя Ну так нельзя Люди растут, люди двигаются И поэтому Мне вообще кажется интересным Собеседник, когда есть какие-то Камни преткновения С Дзюбой нет Естественно, я с ним вообще общался в жизни Первый раз То есть мы как-то так сталкивались Мимоходом Что касается Слуцкого То я, может быть, подумал, что я к нему был Чрезмерно, не скажу несправедлив Но так жесток, может быть И все-таки мне кажется, что сейчас время такое Что нужно как-то протягивать друг другу руки Делать хорошие телевизионные проекты Слышать друг друга Чего, кстати говоря, нет ни черта У этих ведущих Потому что они сами задают вопрос И потом теряют нить Ровно через секунду Все-таки Мне кажется, людям интересны люди И парням надо прибавлять Как раз в умении слушать А не в таких вот реакциях Заметили, они сегодня Значительно меньше ругались матом И я, как матершинник со стажем Хочу сказать, что Когда ты приходишь И нормальным языком Разговариваешь с людьми Они тоже тянутся к тебе Приятно общаться с интеллигентными людьми Ну я сейчас меньше степени Продзюбу Естественно Хотя он тоже большой молодец Но здесь очень важно Чтобы у тебя это все не переклестывало Поскольку все-таки Понимаете Ведь это же профессия Работа ведущего Даже когда ты делаешь это Условно говоря В свободное от основной работы время Все равно это такая профессиональная история Один профессиональный тренер Другой блестящий профессиональный футболист Тренер тоже очень неплохой Как мы понимаем Но тут, мне кажется Не должно быть перекосов все-таки Я в какой-то момент подумал Что все-таки Слуцкий так вот С распахнутыми объятиями Бросился В такой, знаете Шоу-биз Введение С моей точки зрения Нужно разумно сочетать И еще раз повторяю Мне бы хотелось Чтобы Леонид Викторович Совершил такое вот Восхождение Тренерское И фигура Зачастую противоречивая И у меня вызывало Очень много эмоций Разных Но вы знаете Дело в том Что такая штука Я вам открою секрет Раздражение Эмоция приятная И когда про нас Что-то говорят В таком раздражительном Тоне Может быть уничижительном Это значит Что люди интересны Слуцкий интересен Без всякого сомнения Поэтому я всегда Реагировал И комментировал И как-то Может быть по злому Но если ты Пришел в этот мир Если ты Стал публичным Еще и скажем В медиапространстве От спорта Немножко отойдя Ты должен уметь Держать удар Должен быть в меру Толстокожим Для того чтобы Это все тебя не касалось Парни удар держат Кстати говоря Ну Дзюба Он какой удар выдержал Не переведи господь Это называется Не дай бог никому Как Олег Николаевич Ефремов В известном фильме Поэтому пусть дальше развиваются И я могу только программе Пожелать удачи Прекрасный продакшн Очень профессиональная работа Молодцы Сейчас пойду Бесплатно поем Хоть там Ну мы начали С Киркорова С Киркорова позовут Попытаются Почему отказался Но Быстров дал шанс мне Как он сказал Он говорит Просто говорит Поскольку все Ну знаете как часто бывает Дим У нас программа Завтра мы так давно Хотели тебя позвать Это значит Что все отказались И тебя зовут Но я не рассказал же Кстати главную Историю Которую готовил Обязательно это дайте Например Я сейчас не сравниваю Со святым Но в фильме Белый солнце пустыни Должен был сниматься Георгий Юматов Замечательный артист Или пораскал Я уж не помню Но вместо него Сыграл Сухова Анатолий Кузнецов Потому что Юматов Там с Мотылем Что-то они не поделили И кто сейчас помнит Что первый исполнитель роли Был прекрасный русский артист Юматов Снялся Кузнецов Поэтому Быстров не пришел И я вот здесь Вместо Володьки Ну я сейчас Конечно сравнение Слабенькое Мягко говоря Ваша программишка И великий русский фильм Поэтому Но тем не менее Тем не менее